Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова Редактор субтитров 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 А.Кулакова Очень хотелось бы, чтобы водители замечали пешеходов, в первую очередь тех, кто имеет ограничения по зрению и пропускали. Это касается и пешеходов. Если же они заметили данного человека, то проявив свою гражданскую позицию, они помогут и тем самым повлияют на безопасность на наших дорогах. Люди с белым кием мкнутся выбирать беспечные маршруты, переходить проезжую участку дороги в местах, которые обсталеваны светлофорами с звуковым сигналом. Однако таких не много по городу, но и не всюду они работают. На ракане выкликает и стан наших дорог, когда неведущему человеку на угол склада набывает рухаться. То есть подходы к ним, разметка дорожная, дорожные знаки. И, конечно, многое делается, но есть переходы и в местах компактного проживания инвалидов по зрению, где все-таки переходы красятся нерегулярно. Люди с проблемами сроку уста не застиравшись себе на дороге. Головные, как для этого были, належные умовы. Инна Кириенкова, Леонид Табола, Новины, Витебск. Дворник. Головный виноватый. Тепарадок у дворах и подъездах Витебска залежит от принципового и грамотного керауництва представников ЖЭУ. Редакцию новин просто атаковали звонками жахары областного центра со скаргами на парадок у дворах и придворовых территориях. Худка зима, а до куч бруду и неазметиного листья никому не ма справы. Тему протягивая Сергей Мисурагин. У телефонной размове с нами жахарка Витебска Александра Чепик сказала, что уже никому не верить. Ни чиновникам, ни журналистам. Куды только не заверталась за допомогой. Каппыр мусить работника уже убрать двор. Шмат поверховки по улице Петрусябровки, семь корпус шатыры. Я кипер отворился у звалку. Никто не хочет работать. В частности, наше 17-е домоуправление. Сколько мы ходим, мы писали письма и в жрет. А в домоуправление, лично я уже, наверное, сто раз за эти годы последние сходила, никакой власти над нашими дворниками уважаемыми, алкашами этими не имеют. Сидят на месте и они говорят, с вас мало берут. Ну, каждый же раз у нас в жировках все больше и больше начисляют, а в уборках все хуже и хуже. У ее соседки по улице, что живет в доме семь корпус тре, аналогичная проблема. Только есть одна особливость дворника в этом дворе, не бачили уже целый год. В прошлый год пьяница работала, плохо убирала постоянно. Уволили. Вот год у нас нет дворника. Да, разделили дом на четыре человека, так что? Один уберет, вон, первый, шестой подъезд, а остальные все, абы как. Как выяснилось, хвалюются женщины даремно. У местного музея номер 17, який пятый день, означавая ягодинцы Балка, нас заполнили, что до пешего снега территория будет убрана. Работаем мы в этом направлении. Я думаю, все будет хорошо. Успеем мы до выпадения снега все убрать, поэтому люди не волнуются. Я еще принимаю это жил, все хватить не успеваю, но я думаю, решатся все вопросы. А это уже в улице Локомотивная 7-4, которая находится в 300 метрах от ворот города Чигуношного вокзала. Уявите себе, когда турист переблит на керунок и придет сюда. Сгадитесь, а уражение за станцию его не самое лучшее. У часы былого СССР эта цаглянная пятиповерховка носила гучную назву – Дом высокой культуры быту. Не глядяши на близкость Полоцкого рынка Чигуношного вокзала и Велизарной зеленой зоны с детячей пляцовкой, тут за все добылись шестиня и парадок. Теперь, я кажусь, отшуйте розницу. Сдается, что дворники на эту территорию просто забылися и кучу бруду повелишиваются в померах каждый день. Листья не убираются, ничего. Грязь носится. В подъездах у нас никто не убирает. Хорошо еще, жители, мы сами как-то стараемся, так зачем тогда держать дворника этого. У нас дворники стали меняться чуть ли не каждый день. Никто ни за что не отвечает. Если позвонил в Дом управления, даже никто на эту тему разговаривать не хочет. Тем часом, зазнавшись дымочной группой, пыльно сочил майстер Мясца Огожеву. Женщина была не настроена, что сте комментировать, только одыходящий кинула в бок камеры некольки фраз. Никто не идет работать. Вы понимаете? Четыре дворники надо, никто не идет работать. И справа на наш погляд не в дворниках, яких облиновачивают во всех бедах. Там, где керунники душой хворают за справу, подобных пытаний у него изникая. Выходит, не просто работник виноватый, а дефицит квалификованных кадров, которые могут захватить людей и наладить справу. Сергей Мясорагин, Леонид Табола, Новин Витебск. И литерально только что нам потелефоновала жахарка дома по улице Петруся в руки и поведомила добрую новину. Двор нареште убрали, значит, може ЖЭО организовать работу. Было б жадание и необыяковость до потреб жахаров. На этом у меня все. Я с вами развитвуюся. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова